Сегодня поговорим о безопасности наших кабинетов AIMB Network и AIMarketing. Итак, заходим в свой кабинет AIMB Network, переходим в раздел настройки, возможно так, и видим вот такую надпись, двухфакторная аутентификация. Нажимаем на нее, и здесь нам предлагают установить расширение для телефона. Ну и если вам удобнее, допустим, пользоваться с компьютера, что же тогда в этом случае нужно сделать? В этом случае вам нужно будет установить вот такое расширение, такой-то аутентификатор. Сейчас я покажу. Вот так вот называется аутентификатор. Ссылочку, чтобы проще было найти, я оставлю в описании под видео. Итак, в моем случае я нажимаю следующий шаг, и здесь нам предлагают отсканировать код, либо и также сохранить этот код нужно. Допустим, в моем случае, и в моем конкретном, нам нужно будет установить этот аутентификатор именно вот в расширении. Так, нажимаем на расширение, нажимаем на карандаш, и здесь нам нужно будет добавить новое расширение. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно нажать на плюсик. Выбрать. Здесь нам предложат отсканировать код и ручной ввод. Выбираем ручной ввод. Нажимаем ручной ввод, вставляем наш секретный ключ. И здесь нам предлагают указать издатели. У многих у нас по нескольку аккаунтов. Допустим, подписываем каждый ANB, 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 к примеру, вот так, да, и можно написать, не знаю, там, ну, допустим, имя, там, или фамилию, там, аккаунта, да. Ну, как-то вы что-то просто указываете для себя, чтобы вам было понятно. Я не буду ничего писать, и нажимаю просто кнопочку «Готово». Все, появился. Вот аунтификатор генерирует код. Так, далее, нажимаем следующий шаг. И здесь нам предлагают сохранить этот ключ, записать куда-то. Рекомендую это сделать, что для восстановления потом понадобится 7 дней. Мало ли что-то получится, что как-то потеряете доступ, аунтификатор там не будет работать, да. Ну, и решение этого вопроса займет как минимум недели. Так что, сохраняем этот код. Ну, в принципе, у меня уже на мышке. Ну, я вот так вот сделаю, сохраню, скопировать. Открываем, открою документик. Сохраню, перепишите в документе, храните где-то отдельно на флешке. Не храните на компьютере, так, чтобы какой-то вирус, там, троян не украл этот код у вас. Так, после того, как все это проделали, нажимаем следующий шаг. Здесь нас просят ввести пароль от аккаунта. Вводите пароль от своего аккаунта. Идем, получаем одноразовый пароль. Где-то он 30 секунд. Нажимаем на него просто мышкой. Он копируется, вставляем сюда. Вставить, сохранить. Все, двухэтапная аунтификация у нас включена. Проверим, как она у нас работает. Допустим, я выхожу из кабинета. Снова захожу. Выбираю свою пароль. Нажимаю кнопочку «Войти» и нас запрашивает аунтификатор. Так. Нажимаем, копируем, вставляем, подтверждаем вход. Все. Аунтификатор у нас подключен. Ссылочки на расширение я оставлю в описании под видео. Если у кого-то возникнут какие-то вопросы, пишите свои комментарии. Задавайте, спрашивайте. Всем большого профита. Всем удачи. Продолжение следует.